Участвовала россиянка Ирина Калеттьева. От нее мы ждали каких-то обнадеживающих итогов, но Ира Калеттьева вчера немножко приболела и сумела в итоге оказаться только на 13-м месте. Победила норвежка Гунрита Дали. Вслед за ней была канадская велосипедистка Мари Элен Прэмо и Сабина Спит из Германии, стала обладательцей бронзовой наградой. Ну и вот теперь в путь протяженностью примерно 38 километров отправились 52 спортсмена. Сначала предстоит им выполнить и преодолеть стартовый разгонный круг. Его протяженность примерно полтора километра. И тут же, спустя 50 метров после стартовый, они одни из элитных спортсменов. По номерам 4 возглавил сейчас пилотон. Это Джульен Апсалон. Один из тех, на кого сегодня мы будем смотреть особенно внимательно. И маунтинбайк действительно являет собой прежде всего вид спорта, в котором на каждой гонке трасса имеет свои особенности. При том, что правила аварии, не думаю, что она принципиально повлияет на исход борьбы. Хотя, если пострадали велосипеды, то все возможно. Ведь в горном велосипеде нельзя получать дополнительную помощь от такой стройной линии. И, я думаю, недолго этот порядок сохранится. Обратите внимание, какие игривые сейчас трамплинчики преодолевают спортсмены. Но постараются их облизывать, амортизировать, не прыгать. Сегодня они еще напрыгаются. Напрыгаются, потому что дистанция практически не имеет равнинных отрезков. Единственный кусочек, очень короткий, 100-метровой протяженности, вот на стадионе со стартовой точки. Ну, она же будет промежуточным финишем несколько раз, поскольку предстоит преодолеть в общей сложности 6 больших кругов. И один маленький, который спортсмены уже стартовой завершают сейчас. Самысловатые маневры демонстрируют сейчас под четвертым номером Жульен Апсалон. Кстати, закрытый участок трассы составляет примерно треть общей длины, ну, примерно около 2,5 километров. Открытые куски примерно километр с небольшим. А вот такая узкая лента, узкая часть трассы, которую сейчас преодолевают спортсмены, ну, наверное, добрую половину 6-километрового круга, около 3 километров. И, разумеется, спортсмены не раз имели возможность пройти эту дистанцию и на разминке, и на контрольных тренировках. И, мне кажется, устроители поступили очень мудро, что сначала дали возможность стартовать женщинам, ну, а потом уже след за ними мужчинам. Почему? Да потому что трасса очень сильно разбита. И когда мне довелось посмотреть ее накануне соревнований, и тогда она уже представляла собой, ну, скажем так, изрядно съерошенную. Потому что не только плотный грунт в основании трассы, но и много кусков таких мягких, почти песчаных. Один из них только что сейчас преодолели спортсмены, что было хорошо видно с камерой, установленной на вертолете. По 32 номерам среди лидеров показался Марко Дуи из Италии. Ну, вот это неожиданный лидер. Ну, а присутствие под первым номером Барта Брентгенса ожидаемо. И я вам представил, и это можно же, конечно же, было сразу же оценить по его форме национальной. Но, однако, меня спутал просто четвертый рейтинг, проставленный в протоколе стартовом, против фамилии Жульена Апсалона. Четвертый рейтинг текущей классификации. Да, разумеется, это под четвертым номером Ладо Фумик, вице-чемпион Европы нынешнего года. Ну, а вот и первый участок, где разойтись, вот почему сейчас строгой линией выстроились спортсмены. И на первую позицию выходит олимпийский чемпион, первый олимпийский чемпион из Нидерландов, Салона. Жан-Кристоф Перро под шестым номером. Вот, кстати, основные страны представлены двумя, то и тремя велосипедистами. И это хорошее подспорье. Отставание ближайшего сейчас преследователя, коим под восьмым номером является испанец Посе Антонио Хермида. Кстати, чемпион Европы текущий. И также участник последних олимпийских игр. Тогда он остался за пределом подиума. Очень сложный участок, а вот и Хермида под восьмым номером. Здесь же Жан-Кристоф Перро, шестой номер. А вот этим спортсменам не хватило начальной скорости, чтобы преодолеть, не сходя с седла, вот этот очень крутой участок. Ну, на телеэкране, наверное, теряется довольно большая крутизна. И поэтому здесь такое яркое, очевидно, и завершится первая шестикилометровая петля. А всего нужно будет сделать шесть. Еще один очень опасный трюковой кусок. Ну, здесь вроде бы все проходит без приключений. Но по количеству зрителей, собравшихся на той или иной петле, можно сразу определить, где самые интересные, самые захватывающие события. Которая пострадала неделю назад от пожара. И поэтому у строителей вынуждены были в срочном порядке изменить, ну, примерно пятую часть трассы. Вчера, накануне, телевизионщики упорно не хотели показать выжженную землю. Хотя, честно говоря, и вся трасса представляет собой такой мертвый пейзаж. Несмотря на то, что все-таки в закрытой части, в лесной, довольно существенный кусок дистанции проходит. Ну, здесь хвойный лес, а земля... Ну, я удивляюсь, как на ней что-то еще растет. Очень жарко на протяжении всех двух недель проведения Олимпийских игр. Ни одной дождинки. И в отличие от всех предыдущих дней, когда жара просто испепеляла все кругом, я думаю, в начале гонки относительно комфортно. И вот первый круг позади. Наверное, принципиально закончить его лидером. Что и делает Жюльен Апсалон из Франции. Отходя непосредственной близости, от него олимпийский чемпион Барт Брэнтинс. Любит это сделать. Таким образом, в лидирующей группе вся французская сборная из трех человек. Кроме Мартинеса, это под пятым номером Жан-Кристоф Берро и Жюльен Апсалон номер третий. Так вот, Мигель Мартинес, как его еще называют, литл миг, маленький миг. А он действительно самый крохотный среди участников. Невысокий, метр пятьдесят пять, очень легкий. А вот тот самый кусочек, где упал Юрий Трофимов, но где лидеры чувствуют себя гораздо увереннее. Ну, справедливости ради отмечу, что не только россиянин завалился. Вот на этой буквально цирковой кривой. Цирковой я называю ее, потому что нужно обладать исключительными техническими навыками. А вот, чтобы преодолеть его, не упав. А вот и тот кусок, который выгорел. Кстати, здесь поначалу располагался и пункт питания. Ну, а вот сейчас только одни воспоминания о том лесе. Ну, скоро я вспомнил самого маленького спортсмена, участника маунтинбайка Мигеля Мартинеса. То скажу и о самых крупных. Майкл Вась из Австрии. 80 килограммов у него веса. Ну, а для сравнения Мигель Мартинес. Мигель Мартинес 55 килограммов. Ну, и вид экспорта на выносливость. И сам 33-летний бельгиец сказал, признался в том, что принимал ЭПО. Ну, а объяснения были насколько примитивными, настолько все-таки и понятными. Он сказал, что очень хотел победить. Победить гарантированно. В его карьере нет только одного титула. Титул олимпийского чемпиона. Это было смысл на нем, что тоже крайне важно. От 48-ми примерно до 55-ти ширина диаметра покрышек колес в горном велосипеде. Ну, и это также обусловит более надежное сцепление с группой, что также крайне важно вот в таких экстремальных условиях гонки. Скоростой участок сейчас преодолевается.